Тогда мы сегодня действительно поговорим о таком досложном этапе в жизни онкологических пациентов, как этап установки диагноза, и поговорим о том, как научиться с этим жить. Только что уважаемая Анна Николаевна дала довольно внятные рекомендации о поведении пациентов на этом этапе, однако мы с вами знаем, да, и вот наше наблюдение показывает, что достаточно сложно осуществлять упорядоченные действия именно на этом этапе. Я, к сожалению, не вижу, чем я буду переключать. Да, дайте, пожалуйста, спасибо, большое спасибо. Ну вот. Итак, что же нам мешает быть эффективными на этом этапе течения заболевания? Вообще мы рассматриваем разные этапы течения заболевания, для них характерны разные способы совладания, разный уровень восприятия того, что со мной происходит. Ну, существуют такие, как профилактика, да, этап течения заболевания. Это условно здоровые люди, которые ничего не знают о своем заболевании, но однажды, посетив случайным образом какой-нибудь диспансер, вдруг получают рекомендацию обратиться к онкологу. Чаще всего, как мы с вами знаем, именно так человек узнает о том, что он болен. И постановка диагноза – это ведь целый большой длительный этап от его первичного до подозрения, до его верификации. За ним последует лечение, этап восстановления и ремиссии. На этом мы сегодня, пожалуй, остановимся в перечислении этапа в течение заболевания. Так вот, какие же особенности периода, этапа, постановки и подтверждения диагноза? Конечно же, человек сталкивается с этим впервые, практически впервые. Наблюдения показывают, что даже если в анамнезе, то есть целые семьи, есть постоянные заболевшие онкологией люди, каждый отдельный человек, услышав о своем конкретном диагнозе, переносит это так, как будто он впервые об этом услышал. Вот такая особенность заболевания. Мы очень часто говорим с вами на школах, чем она обусловлена. Но сегодня будем достаточно коротко говорить именно об этапе постановки диагноза. Итак, это максимальный уровень неопределенности. Диагноз установлен, но совершенно еще непонятно, что же я с этим буду делать. Есть какие-то рекомендации по движению в сторону лечения. Однако еще нет того человека, который взял на себя ответственность за лечение самого заболевания. Лечащий врач еще, как правило, даже не нашелся. Конечно же, особенностями эмоционального переживания являются такие краткосрочные состояния, как шок, отрицание. Возможно, уже агрессив или, как чаще всего, это выглядит, как гнев. И на поведенческом уровне мы можем наблюдать дезорганизацию, истоками которого идет перевозбуждение коры головного мозга, которые не дают мне, человеку, которому сказали, что его жизнь конечной, который сразу представляет себе целый комплекс страданий и какой-то очень маленький остаток собственной жизни. И это, конечно же, перевозбуждает меня и переводит в состояние дезорганизации. Именно поэтому так трудно бывает пациентам действовать по такому, в общем-то, довольно внятно организованному маршруту, о котором говорила Анна Николаевна. Психологи говорят о том, что проблемой этапа постановки диагноза является ситуацией, когда будущий кризис, кризис – это разрешение эмоционального напряжения за счет интеграции, ну, я бы сказала, вживания в текущую ситуацию. Так вот, этот грядущий кризис воспринимается мною, человеком, которому озвучили его онкологический диагноз, как экстремальная ситуация. Экстремальная ситуация, мы сто раз уже об этом говорили, но я еще коротко повторю, отличается от кризисной, как ситуация, в которой я абсолютно беспомощен. Я ничего не могу сделать, чтобы повлиять на течение событий со временем, со временем, спонтанно или с помощью специалистов. Человек научится воспринимать ситуацию онкологического заболевания не как экстремальную, когда он абсолютно беспомощен, а как кризисную, как ситуацию, которая имеет систему решений и в которую человек, безусловно, будет вовлечен. Однако именно для этапа постановки диагноза характерны психогенные реакции. Кора перевозбуждена, нервы перенапряжены, и это достаточно краткосрочные состояния, которые, конечно же, эмоционально обусловлены. В первую очередь это состояние субъективной значимости. Но давайте вспомним, что в случае онкологического заболевания значимость психотравмы безусловна. Это обусловлено именно витальной угрозой, выраженной витальной угрозой заболевания. И нашей архетипической памятью о том, что, ах, это абсолютно фатально, теперь это уже не так. Однако первое, что приходит к нам в голову, это фатальность самого заболевания. Мы теряем контроль ситуации. Уже говорила о том, что неопределенность этого этапа высочайшая относительно всех этапов заболевания, с которыми я еще только познакомлюсь когда-нибудь в будущем, когда буду жить в условиях тяжелого хронического заболевания, к которым теперь относится онкологическое заболевание. Но именно на этапе постановки диагноза это мне пока что еще недоступно или слабо доступно. Нет никакой повторяемости ситуации. Я говорила уже, что даже если я наблюдаю за заболеванием онкологическим в семье, все равно, когда я получаю свой диагноз, это неожиданное событие. Я не могу внутри себя интегрировать его как повторяемую ситуацию. Нет у меня такого эмоционально-психического ресурса. Ну и, как правило, никакой личный опыт не имеет отношения к осведомленности в рамках онкологического заболевания. Мы уже много раз говорили о том, что внешние наблюдения за схожими ситуациями ничем нас не обогащают, потому что клиническая картина заболевания у каждого очень довыраженный индивидуальный характер. Но что нас тут выручает? Психогенные реакции, как правило, краткосрочные. То есть они спонтанно разрешимы. Пожалуйста, помните, что все страдания и мучения, которые носят эмоциональную окраску, они сами собой выхолощиваются именно в процессе вработки ситуацию. То есть как только мы начинаем пытаться с помощью специалистов или самостоятельно идти по маршруту, который сейчас достаточно внятно описан и был представлен Анной Николаевной, в процессе вот этой вработки, осуществления активной деятельности, я преодолеваю свою беспомощность, и психогенные реакции сами по себе выхолощиваются в случае, если мы не переходим в эндореактивные состояния. Например, в эндореактивную депрессию. И вот тут мы опять возвращаемся к тому, что личностные особенности человека, они доминируют над любыми рациональными выкладками и предложениями. Если мы встречаемся в своей практике с эндореактивными состояниями, то есть с состояниями, обусловленными особенностями личности, приморбидным складом эмоциональном личности, то мы как специалисты в психологии попадаем в такой раздел международной классификации болезни. Пока что мы еще на десятый пересмотр опираемся, как маркер, ну не маркер, да, код F43, то есть реакция на тяжелый стресс с нарушением адаптации. Именно это состояние характеризует краткосрочное или длительное, сейчас поговорим, да, об этом, характеризует этап постановки диагноза. Это самый тяжелый стресс, который со временем будет подлежать продолжительной травме, то есть человек будет жить в условиях заболевания, и то, как он с этим будет совладать, зависит еще и от того, как он в первый вот этот этап сможет встроиться в эту длительную историю. То есть что характеризует состояние этапа, эмоциональное состояние этапа постановки диагноза? Приспособительные реакции на тяжелый или продолжительный стресс могут мешать успешно справиться со стрессом и привести к проблеме социальной дисфункции. И тогда чаще всего на приеме слышим слово депрессия, человек жалуется на то или иное состояние депрессивное, а наша задача медицинских психологов дифференцировать этот депрессивный эпизод. Чем вообще мы называем эпизод? Эпизод, кстати, это состояние в заложенности эмоциональной сроком от одного месяца. Депрессивный эпизод – это если устойчиво в течение одного месяца человек испытывает такие состояния, как тоска, отчаяние, тревога, внутреннее напряжение и все то, что вы видите на слайде. Чувство вины, снижение самооценки, отсутствие удовольствия и интереса ангидонию. Какие-то уже все логические изменения могут до этого сопутствовать и на социальном уровне переходит на избегание контактов, не отсутствие осмысленной перспективы моей жизни. Если обычно депрессивный эпизод считается от месяца, то при массированной стрессовой нагрузке в ситуации активного дистресса на этапе постановки диагноза мы считаем все-таки такое состояние устойчивое от двух недель. И вот если вы понимаете, что две недели для вас характерны вот это устойчивое состояние, перечисленное на слайде, то имейте, пожалуйста, в виду, что вам придется начать лечение депрессивного эпизода с медикаментозных методов, то есть с приема легких антидепрессантов и затем хорошо бы продлить психотерапию, которая поможет вам распознать ту или иную зависимость от подобного состояния и в дальнейшем грамотно ее избегать на начальных этапах. Так, это я не туда шагнула, идем дальше. Но наблюдения указывают, что онкологические пациенты в принципе, да и в общем наши соотечественники вообще предпочитают, конечно же, помогать себе сами. Особенно в такой ерунде и пустяке, как мое эмоциональное состояние. Ну что ж, в этом случае школы и призваны помочь людям самостоятельно пытаться адаптироваться и делать это все лучше и лучше в такой трудной ситуации на этапе диагноза. Итак, как мы рекомендуем самостоятельно замерять себя в ситуации первичного дистресса на этапе диагностики? Попытайтесь дифференцировать все-таки свои ощущения. Если не чувства, то хотя бы ощущения. Что я сейчас чувствую? Попробуйте записать это на листе бумаги и попробуйте сосредоточиться на том, насколько это отличается от того, как это у меня было раньше. Вот до того, как мне сообщили эту неприятную новость, новость, которая сейчас для меня носит характер катастрофы. Как я раньше себя чувствовала? Как давно произошли эти изменения? Да, вот эта разница между тем, что я ощущаю сейчас и как это было до момента, когда мне указали на мой диагноз, как давно это произошло и как долго мои ощущения не меняются. Насколько устойчивы мои ощущения, которые я сейчас описала на этом листе. Для чего нам это нужно? Это нужно для того, чтобы принять решение все-таки уже обращаться к специалисту или продолжать справляться самостоятельно. Если все то, что мы с вами, все эти вопросы, которые мы задали на предыдущем слайде, имеют тенденцию к переживаниям время от времени, это, конечно же, норма. Конечно, вы можете попытаться наблюдать за своим состоянием без большой опасности и просто отслеживайте собственные изменения, хотя, в принципе, уже неплохо было бы обратиться к психологической реабилитации, коррекции этих состояний. 40% амбулаторного приема как раз и приходится на людей, которые обратились в момент постановки диагноза. Поверьте, они достаточно пластичны, достаточно быстро набирают положительную динамику. Если ответ на предыдущий слайд составляет более двух недель, точнее, время, которое вы описываете, устойчивое состояние более двух недель. Ну все, ребята, нейродинамические связи уже быстро сформированы и совершенно показан уже медикаментозный толчок. Легчайшие антидепрессанты помогут вам выходить из депрессивного штопора, если мы говорим о депрессивной симптоматике. И после этого, конечно же, показана психологическая коррекция. А вот если в ответ на заданные на предыдущем слайде вопросы, как сейчас, как было, насколько это устойчиво, вы, в принципе, отвечаете себе, ну вот я так всегда обычно реагирую на трудные жизненные ситуации, в общем-то, так оно всегда у меня и было, то тогда это говорит о том, что, скорее всего, ваша тенденция депрессивного реагирования на трудные жизненные ситуации – это неодиагностированное состояние. Если вы еще не знакомы с врачом-психотерапевтом и не являетесь адептом приема антидепрессантов время от времени, ну и, конечно, если это был неустановленный латентный диагноз депрессивные тенденции или депрессивные расстройства, безусловно, ну это говорит о том, что на протяжении вот этой трудной жизненной ситуации, такой как тяжелое хроническое заболевание, в нашем случае онкологическое, конечно же, вам нужно было бы попасть к врачу-психотерапевту и получить медикаментозную терапию, иначе, ну просто, да, умереть не умру, но жить замучаюсь. Самые легкие формы онкологических заболеваний в ситуации депрессивные тенденции у человека могут носить самые тяжелые эмоциональные последствия. Человек будет страдать, мучить себя, мучить окружающих, это совершенно не нужно. Если в рамках диагностики онкологического заболевания мы случайным образом продиагностировали тенденцию к депрессивным расстройствам, помогите себе, не мучайтесь дополнительно. Идите к специалисту, к врачу-психотерапевту в данном случае. Ну, если все-таки вы остались на первых ответах, и время от времени такие состояния на меня нападают. И, кстати, вот очень часто в амбулаторном приеме сталкиваешься с людьми, которые недоумевают по поводу того, что испытывают подобные состояния и переживания. Вроде как у меня есть идея, что я должен настолько хорошо справляться, что даже на этапе постановки онкологического диагноза совершенно не имею никакого права не расстраиваться, не плакать, не впадать какие-то, да, психогенные реактивные состояния. И меня жутко пугает, что это вообще со мной происходит. И даже есть идея, что это как-то усугубляет течение заболеваний. Так вот, если уж вы решили помогать себе сами, пожалуйста, запомните аксиому. Самое главное при наступлении депрессивных состояний это не пугаться того, что со мной происходит. Длительные это изменения или короткие. Вспомнили, что этого не нужно пугаться, значит, уже значительно облегчили себе свое самочувствие эмоциональное. За счет чего я могу не испугаться? Опять отвечаю себе на вопросы. Есть ли у меня действительно достаточные основания для таких переживаний? Ну, безусловно, есть. На этапе диагностики, конечно, есть. Они правомочны. Это не невротический регистр. Да, это именно реакция на ситуацию. Это нормально. И это не навсегда. Это закончится. Это трансформируется. Я адаптируюсь, привыкну, найдется лечащий врач. Все каким-то образом будет налаживаться. Состояние расстройства моего эмоционального не навсегда. И оно сейчас совершенно правомочно. И будет лучше, если я буду прислушиваться к своим потребностям. Вовремя плакать, вовремя принимать. Например, успокоительные. И обеспечивают любой ценой себе отдых и покой, договариваясь об этом с окружающими. Если вам кажется, что обеспечивать себе отдых, покой и прислушиваться к своим потребностям вы не очень понимаете как, пожалуйста, приходите. Мы достаточно быстро с вами научимся это осуществлять. Говоря еще о депрессивных состояниях, напомню вам, на что опираются в лечении депрессии. Это парадокс депрессии. Депрессия на самом деле это один из способов совладания с трудной жизненной ситуацией, который стоит воспринимать как тот процесс, который абсолютно необходим для дальнейшего восстановления. При правильном прохождении депрессивного эпизода человек научается не только умучиваться, загоняясь все сильнее и сильнее, но еще и отдыхать в рамках этого эпизода. Если он научается не пугаться и не фиксироваться на этом этапе адаптации, то за ним достаточно быстро следует этап принятия. Принятие того, что пришло и останется неизменным. Например, характер тяжести хронического заболевания. Но все-таки чаще всего на приеме первичном, на этапе диагностики в амбулаторном секторе мы сталкиваемся не с депрессией, а с тревогой. Очень часто люди ее путают. Тревога – это отрицательно окрашенная эмоция, выражающая ощущение неопределенности. А мы с вами говорили, что вот этот самый этап диагностирования заболевания, он как раз и характеризуется самым высоким уровнем неопределенности. И, конечно же, в рамках тревожных состояний на первый план выходят ожидания негативных событий и трудноопределимые предчувствия. Зигмунд Фрейд разделил тревогу и страх, описывая их как страх – это то, что всегда предметно, я всегда знаю, чего я боюсь, а тревога – она такая непонятна. Так вот, с тревогой борются именно за счет расщепления ее на конкретные страхи, с которыми потом уже вполне себе можно эффективно и достаточно быстро работать, потому что, напоминаю, что боимся мы не вообще чего-то, напоминающего мне паука, которого сейчас здесь нет, и вообще неопределенные угрозы того, что паук приближается ко мне, что он там сделает, маленький паучок, а боимся мы совершенно конкретной вещи, то есть заболевания с высоким уровнем витальной угрозы. То есть тревога – это нормальная человеческая эмоция, которая играет адаптивную роль, так же, как и депрессивные реакции. Ученые изучают эти состояния, если я интерпретировал как первую стадию общего адаптационного синдрома, которая мобилизует ресурсы организма, могу ли я не тревожиться в связи с указанием онкологического диагноза. Это совершенно невозможно, нельзя предъявлять к себе такие требования, и именно тревога стимулирует к поиску выхода из неблагоприятной ситуации, а патологической она считается только если носит дезадаптивный характер. Если вы в состоянии замешательства, пожалуйста, приходите, и мы с вами сможем отделить одно от другого и научимся совладать с обоими этими состояниями. Ну, как я понимаю, что я тревожусь? Внешние проявления тревоги, суетливость, напряженность, навязчивые действия. Например, какое-то там желание что-то бесконечно теребить, или что-то записывать, или бесконечно что-то переспрашивать. А на поведенческом уровне это могут быть какие-то агрессивные реакции, часто жалуются на них люди. Либо то, что принято называть ленью. Поговорим об этом как-нибудь подробно в следующий раз. Ну, а теперь о способах коррекции тревоги. Придете ли вы к нам, или начнете справляться, как всегда, самостоятельно. Пожалуйста, научитесь, или с нашей помощью, минимальному анализу состояния. Состояние на уровне своих ощущений. Что я сейчас на самом деле ощущаю. А потом научитесь дифференцировать свои чувства. Вообще-то в обыденной жизни люди, которые не столкнулись ни с какой угрозой, достаточно слабо их дифференцируют. А это бывает важно и даже необходимо в ситуации тяжелого хронического дистресса. Ну, после этого, пожалуйста, трансформируйте свои чувства. То есть проработайте свои состояния. Или приходите, мы вам с этим поможем. Чаще всего помогает отреагирование. Или еще по-другому мы называем это утилизацией тех чувств, которые являются трудными сейчас для нас. Затем мы переходим к релаксации, к фазе направленного отдыха, к освоению этих методов. И когда уже мы наконец-то утилизировали, сняли напряжение и научились отдыхать, то можно заводить навык минимального планирования. То есть сокращать область неопределенности. Например, сняв острую тревогу, которая повергает меня в хаос, я лучше смогу пройти тот маршрут, который представила нам уважаемая Анна Николаевна. Если вы обращаетесь к специалисту за психокоррекцией, то это все-таки медицинские психологи. Если вы диагностируете длительный период, больше двух недель устойчивого состояния, пожалуйста, обратитесь к врачу-психотерапевту за назначением нужных медикаментов, противотревожных или антидепрессантов. Еще раз про самопомощь при тревоге. Это опять набор вопросов. Спросите тебя, что это. Нам же нужно сократить зону неопределенности. Мы пытаемся трансформировать тревогу в маленький набор страхов или в большой набор больших страхов. Что самое страшное в этом? То есть все-таки опредмечиваем эту область. Насколько это про меня? Насколько это сейчас про меня? И что я буду делать при этом своем состоянии? Если можете самостоятельно отвечать на эти вопросы, пожалуйста, делайте это сами. Если нет, приходите к нам. Если напомнить вам про релаксацию, мы часто об этом говорим, то скорее к расслаблению приводит понижающее напряжение дыхания. Вспоминайте. Короче вдох, чем выдох. Распределяется вдох к выдоху, а один к двум. Марина Борисовна, вы совершенно правильно сейчас вспоминаете эту технику. Еще напомню вам, что там нужно делать маленький перерыв между вдохом и выдохами. За этим можно восполнить свои навыки или упрочить мышечного расслабления. Если у вас нет таких навыков, у нас есть прекрасный медицинский психолог Бортникова Елена Геннадьевна, который специализируется на мышечном расслаблении. Приходите, учитесь. Ну и дальше идет нейтрализующая интенция. Например, ничто не мешает мне потревожиться об этом позднее. А вот прямо сейчас я могу позволить себе отдохнуть. Как только немножко отдохну, встану, как потревожусь, как следует потревожусь. А сейчас я просто немножечко отдохну. Вот это один из примеров нейтрализующей интенции. Ну, над сводом правил онкопсихологии в Санкт-Петербурге трудится целая ассоциация инкопсихологов Северо-Западного региона России. Большинство наших сотрудников медицинских психологов входит в эту ассоциацию. Большое спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok